приветствуем всех кто готов выслушать некоторые впечатления и мысли о данном произведении и как ни странно мне практически нечего сказать о повествовании ибо по большей части мы в нем не столько участвуем сколько просто наблюдаем за последствиями противостояния богатого глупца и беспринципного хитреца и даже некоторые вовлеченность обозначающийся под финал не то чтобы сильно на все это влияет в целом же создается впечатление что разработчики не столько пытались рассказать нам историю сколько показать свою идею о том до чего могут дайте люди в своем слепом высокомерии а уж насколько им это удалось судить не мне что же касается геймплея то он слегка неровный тот же волшебный мутаген который мы применяем на протяжении всей истории изначально в значительном дефиците но под финалом его остается с таким запасом что и тратил практически не на что ну разумеется при том условии что вы не пытаетесь схватить все и сразу впрочем неровности присутствуют и самих плазмидах и тониках который сам мутаген нам дает проблема в том что все основные плазмиды которые весьма эффективны и требуются для решения тех и иных вопросов мы получаем просто так нам даже приобретать не надо разве что потом ориентироваться на их усиленные версии это как показала практика к этому можно не прибегать другие же плазмиды либо малоэффективны либо в значительной степени дублируют эффекты которые уже нам доступны благодаря тому что уже у нас присутствует что же касается тоников то по итогу откровенно полезными можно назвать разве что физические тоники которые действительно расширяют наши возможности да есть тоники боевые но двух ячеек которые нам под них уделяют может хватить с головой что касается тоников на взлом то поначалу взлом не такой уж и сложный а по итогу у нас появляется возможность приобретать и создавать автовзломщики что вообще сводит всю эту чехарду на нет а учитывая тот факт что некоторые устройства можно заморозить для более эффективного взлома то смысл в подобном рода тониках еще сильнее теряется ну и разумеется очень странный баланс оружия потому что ключ при наличии хотя бы одного боевого тоника рассчитанного на ближний бой становится просто ультимативным средством уничтожения врагов за учением разве что бронированных громил все время как все остальное оружие требуется разве что для того чтобы разнообразный бой и в один из случаях уничтожить особо живущего противника в конечном же итоге перед нами представила история о моральном выборе который в определенной степени мы также были вовлечены впрочем непосредственно то как это было представлено с моей точки зрения особо моральным выбором назвать нельзя так как с нашей позиции некой сложности в этом выборе попросту нет мы либо поступаем нормально либо неоправданно жестоко особенно с учетом того что к этой неоправданной жестокости нас ровным счетом ничего не подталкивает но о подобном можно рассуждать достаточно долго так что на этом пожалуй все